задача 66 в самой большой на ю тубе подборки разбора задач с параметром и здесь у нас такая вот достаточно несложная система уравнений из и г 2015 года прежде чем будете смотреть разбор и настоятельно рекомендую ставить видео на паузу самостоятельно пытаться решить хотя бы первые пару шагов хотя бы 10 минут подумать над задачей это будет намного намного полезнее чем просто посмотреть разбор и так начинаем собственно разбор давайте посмотрим что у нас здесь со вторым уравнением этой системы все понятно потому что это просто уравнение прямой y равно минус x плюс а я говорю об уравнении прямой потому что решать мы это будем именно графическим методом и так давайте порассуждаем про первое уравнение здесь у нас дробь равна нулю когда дробь будет равна нулю когда ее числитель равен нулю до знаменатель не равен нулю и там все вот эти прямом басы в виде корни например присутствуют то есть существует что мы скажем значит числитель равен нулю если либо первый множитель y²-xy-4y-2x-4, да, равен 0, либо второй множитель, я пока запишу вот так вот, корень из x плюс 4 равен 0, хотя понятно, что этот корень равен 0, только если подкоренной равен 0, да, вот, и при этом всем у нас подкоренной должно быть неотрицательным, и второе подкоренной, которое знаменательное, должно быть строго положительным, потому что если оно равно 0, то мы будем делить на 0, чего делать нельзя, да, и при этом, при всем у нас y равен минус x плюс a. Итак, у нас получается теперь, здесь будет некая задача, в которой полуплоскость, полуплоскость, здесь будет прямая, которая наклонена, да, под углом 45 градусов в отрицательную сторону, бывающая прямая, и она у нас будет двигаться вверх-вниз, потому что параметры у нас здесь влияют как раз-таки на пересечение с осью y, то есть у нас просто вверх-вниз перемещается эта прямая, а здесь у нас тоже что-то получится, пока непонятно что, что-то сложное, и на самом деле вот эта вот самая большая загвоздка была для сдававших игорь в пятнадцатом году, да, люди не знали, как это разложить на множители. Вот давайте посмотрим, как это разложить на множители. Значит, тут есть два способа размышлять. Можно либо пытаться разложить на множители через какие-то, через какие-то, значит, группировки, да, то есть как тут можно, например, сгруппировать, но до этого догадаться сложно на самом деле. То есть вот если я сейчас скажу, что 4y это минус 2y минус 2y, то получится следующая ситуация. Здесь будет минус 2y плюс 2x плюс 4 равно нулю, и если я из первых трех слагаемых вынесу за скобки y, из вторых трех слагаемых вынесу за скобки минус 2, у меня получится все чудесно, потому что y минус x минус 2 теперь является одним из множителей, да, который выносится за скобки на y минус 2 равно нулю. И получается таким образом, что я разложил на множители, говорю, что это все равно нулю, и тогда у нас y либо равен x плюс 2, это я из первого множителя, либо y равно 2, это я взял из второго множителя. Вот, получается такое разложение, это первый способ размышлять, рассуждать. Второй способ это отнестись к этой всей ситуации, да, как к квадратному уравнению. Давайте я его запишу заново, y квадрат минус. Что такое здесь xy минус 4y? Это x плюс 4 множить на y, да, и плюс 2x плюс 4, 2x плюс 4. Что мы здесь имеем? У нас фактически есть квадратное уравнение относительно переменной y. Можно здесь через дискриминант пойти, можно, конечно же, решать через теорему Виета, да, вот если я двойку вынесу за скобки из последних двух, ну, из последнего там, из свободного члена, из последних двух слагаемых, хотел сказать, в принципе, тоже правильно, да, 2 на x плюс 2. Что получается? У меня нужны два выражения, да, которые в сумме дадут x плюс 4, а в произведении 2 на x плюс 2. Ну, что это за такие выражения? Ну, это непосредственно 2 и x плюс 2. То есть, я тут вижу сразу по теоремии, это y равен 2 или y равен x плюс 2. Вот у нас все, собственно, разложилось на множители. Но можно, конечно, то есть, это я краткий, самый краткий способ показываю, то есть, тоже мало кто до этого догадывается. Вот самый ходовой способ, да, народный такой способ. Это, так, 2x плюс 4 давайте оставим. Это действительно решать все, как обычно, квадратную уравнение. То есть, у нас а равна единице, b равна минус x плюс 4, c равно 2x плюс 4, и мы сейчас это все будем решать через дискриминант. Дискриминант это b в квадрате, то есть, минус x плюс 4 в квадрате, что одно и то же, что и x плюс 4 в квадрате. Минус 4 умножить на 1 умножить на c, да, на 2x плюс 4. Мы здесь получаем x квадрат плюс 8x плюс 16, просто раскрыли сумму квадратов, квадрат суммы, минус 8x минус 16, да, и получается очень-очень приятно, это x квадрат. Так, что у нас такое тогда y? Это либо минус b, то есть, x плюс 4 плюс x делить на 2а, либо минус b, то есть, x плюс 4 минус x делить на 2. Вот такая вот у нас совокупность, и y равен либо x плюс 2, либо равен просто 2. Все. Вот вам фактически три способа, да, разложить на множители. Первый способ через группировку, но тут фиг догадаешься, что надо минус 4y именно вот так вот разложить. Второй способ через решение квадратного уравнения по теореме Вьету, мне кажется, это самый короткий способ, лично я всегда вот так вот делаю. И третий способ решения квадратного уравнения, да, по дискриминанту. Здесь надо очень хорошо понимать, как квадратное уравнение в целом решается, то есть, люди привыкли, что квадратное уравнение это только вот уравнение вот такого вида, да. Но на самом деле нет, я могу квадратное уравнение сформулировать относительно переменной y, когда у меня в коэффициентах сидит вообще другая переменная, и это нормальная ситуация, здесь тоже можно решать. Итак, получается, что первое уравнение задает две прямые, раз, две прямые. Второе уравнение, по сути, тоже задает вообще-то прямую. Если я x плюс 4 приравняю к нулю, получится x равен минус 4, да, то есть я получаю либо y равно x плюс 2, либо y равно 2, либо x равно минус 4, и вот у меня есть фактически три прямые. Но от этих прямых останутся лишь кусочки, потому что, во-первых, у меня x больше равен минус 4, во-вторых, y меньше 5, да, и при всем при этом еще есть еще одна прямая y равна минус x плюс а, которую я сейчас буду вверх-вниз, собственно, двигать. И вот давайте мы построим всю эту, всю эту ситуацию, да. Так, вот значит, у нас будет ось y, ось x, и какие у нас ограничения? Прежде всего, x больше равен минус 4, то есть я провожу вот такую горизонтальную прямую, понимая, что я от нее нахожусь вот строго вот в такой вот полуплоскости, то есть по правую сторону от прямой x равно минус 4, y меньше 5, то есть я, получается, провожу, уже пунктиром, обратите внимание, провожу прямую y равно 5, и понимаю, что относительно нее я нахожусь в нижней полуплоскости, то есть в целом у нас остался лишь вот такой вот уголочек, да, в котором мы находимся, то есть справа от одной прямой, ниже другой прямой, и получается вот такой вот уголочек. Итак, еще раз, я вот эту прямую, да, рисую пунктиром, потому что у нас строгий знак, эту прямую рисую сплошной, потому что у нас не строгий знак, x больше либо равен минус 4, то есть может быть равен минус 4 тоже. При этом у нас еще есть прямая x равна минус 4, и я как бы ее уже изобразил, вот проведя прямую просто сплошной. Так, теперь у нас еще есть прямая y равно 2, я от нее рисую теперь только такую часть, ну потому что уже неинтересно, да, что у нас будет происходить вот в этой части, эта часть нам все равно не нужна, у нас все должно быть в правой полуплоскости, и прямую y равно x плюс 2. Если у меня вот здесь вот, собственно, двойка, то прямая y равно x плюс 2 через эту двойку, собственно, и пройдет, она пересечет из x в точке y равно 2, как раз таки. И еще я понимаю, что от этой прямой будет только отрезок, во-первых. Здесь очень важно поразмышлять, да, что это за точка. Это у нас x равно минус 4, да, если сюда подставлять минус 4, то мы получим y равно минус 2, то есть пересечение этих двух прямых произошло при y равно минус 2, что здесь у нас за точка, например, еще. Это мы, получается, пересекли прямой y равно x плюс 2, прямую y равно 5. То есть я сюда теперь вместо y тыкаю пятерку и получаю, что x равен 3, да, то есть здесь у нас будет, здесь вот значение 3. Итак, таким образом у нас все из совокупности построено, эти все ситуации учтены. Нам осталось только теперь построить y равно минус x плюс а, да, и посмотреть, сколько решений будет вся эта система иметь. И, мне кажется, самое время посмотреть, что у нас система должна иметь единственное решение. Давайте посмотрим, в каких ситуациях будет единственное решение. Значит, y равно минус x плюс а, это в целом прямая, которая наклонена вот так вот, и она пересекает ось y, собственно, в точке а. Вот так вот будет у нас все происходить. Давайте посмотрим, когда, получается, будет единственное решение. Если я проведу прямую y равно минус x плюс а вот таким образом, то у меня как раз-таки единственное решение вот оно. То есть это у нас, что при а равном 2 получается. Итак, при а равном 2. Прекрасно. Что у нас еще дальше? От а равного 2, если мы пойдем вверх, то есть будем увеличивать, да, значение а, то у нас, собственно, здесь будет получаться что-то так нехорошее. Здесь будет у нас 2 решения. 2 решения нам не нужно. Вот. Значит, если же я пересекаю вот здесь вот точку с координатами 3, 5, да, так, ну, прохожу через точку 3, 5, хорошая прямая, нет, не очень ровно, так, вот. Это у нас при каком-то там еще а происходит, сейчас найдем его, то у нас здесь опять же будет одно решение. То есть мы видим, что вот такие все прямые тоже будут давать одно решение, потому что мы видим, что точка пересечения будет единственная с вот этой вот, собственно, прямой. Вот она, единственная точка. И здесь она будет продолжаться, и это все будет уходить в плюс бесконечность, то вот вправо просто будет двигаться это решение. То есть я сейчас здесь найду какое-то значение а, и начиная от этого а до плюс бесконечность у нас будет единственное решение. Где у нас еще будет единственное решение? Вот здесь у нас целых 3 решения. Смотрите, 1, 2 и 3. Это нам определенно точно не подходит. Так, что нам подходит? Нам подойдут все а ниже, чем вот это вот значение. Здесь тоже сейчас найдем, чему а равно. Но здесь у нас будет получаться вот единственное решение, и ниже я буду идти, и оно будет тоже получаться вот единственное решение по этой прямой y, x равна минус 4, точнее, бесконечно будет вниз спускаться, единственное решение. Итак, давайте, собственно, вычислять теперь. Чтобы найти вот это значение а, я должен использовать то, что у меня прямая будет проходить через точку 3, 5. Значит, я вот сюда просто подставляю координаты точки 3 и 5. 5 равно минус 3 плюс а, откуда а равно 8. Все, посчитали, 8. Здесь у нас получается такое значение параметра а, да, при котором прямая проходит через точку с координатами минус 4, минус 2. Ну, то есть теперь вы понимаете, зачем я эти точки в самом начале искал. Минус 4, минус 2 мы подставляем сюда. Еще раз, вместо x подставляем минус 4, вместо y минус 2. То есть минус 2 равно минус минус 4 плюс а. Здесь очень важно в знаках не запутаться. Получим а равно минус 6, да. То есть здесь у нас будет плюс 4. 4 справа налево со знаком минус. Минус 2 минус 4 это минус 6. Получаем а равен минус 6. И в целом все у нас готово для того, чтобы записать ответ. Как будет выглядеть ответ? Мне подходят все а от минус бесконечности до минус 6. Причем минус 6 мне надо включить в ответ, потому что в минус 6 у нас действительно единственное решение. Дальше идет уже два решения. Дальше идет вообще три решения в какой-то момент. Эти три решения идут вплоть до... Вот при таком... А, кстати, будет снова два решения. Вот они раз, два, да. Здесь у нас тоже будет по два решения. Пока эти два решения не сойдутся в одно решение в точке а равно 2. Это тоже я включаю в ответ. И дальше будет снова по два решения. Вот они раз, два. И эти два решения будут теперь отходить друг от друга. Это движется сюда, это движется сюда. До тех пор, пока это решение не пропадет вот в этой вот выколотой точке. Это произойдет при a равном 8, то есть 8 мы включаем в ответ, потому что при этом значение a у нас уже вот единственное решение, здесь уже решение пропало, потому что мы на пунктирную прямую пришли и все точки на этой прямой не являются решениями, ведь y строго меньше 5, то есть мы от 8 до плюс бесконечности записываем в ответ. И вот, собственно, ответ на все это задание. Все. Такая задача. Достаточно, я считаю, простая. Единственная сложность здесь, наверное, состоит в том, чтобы разложить на множители вот этот вот многочлен относительно y, да? Ну, в общем, я показал, как с этой сложностью можно справиться тремя способами. Я надеюсь, после этого будет понятно. Я надеюсь, в целом разбор был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь, и будет приятно, если в комментариях напишите спасибо просто. Также напоминаю, что у нас, значит, на степике есть бесплатный курс по тригонометрии. Заходите, проходите его. Он от нуля до уровня ЕГЭ. И, да, если понравился разбор, то смотрите, собственно, другие разборы на этом канале. Как я уже говорил, здесь самая большая подборка на YouTube. Разбор задач с параметром. И, как говорят у нас в Мексике, Auf Wiedersehen. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok